Друзья, я с большим удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это музыкант, мультиинструменталист, певец, композитор, финалист. Участник вокального конкурса «Голос, дети, дети». Участник, да, 9, Тимур Тян и его мама Айнур Написова. Всем доброго утра. Доброе утро. Ну что, как проснулись-то, хорошо? Нормально. Молодец, нормально. Болы получше. Хотел бы, во-первых, сказать спасибо за приглашение. Я являюсь вообще фанатом вашей программы «Утренней студии». Ой, молодец. Как нам приятно. Ну теперь мы твои фанаты. Далеко пойдешь, умничка. Спасибо. Ну, давайте. У Айнуры, да, спросим сначала? У Айнуры, да? У Айнуры, да. У Айнуры, да. Ну, правда, ну, естественно. Ну вот я знаю, как-то послушала я твое выступление, смотрела. Ты там сказал, что футболистом мечтал быть, да, сначала, да? А мама сказала, нет, будешь петь. Да, да, да. А мама отдала на музыку, да? Мама потом... Нет, мама вообще консерваторская. Мама, если я не ошибаюсь, да? Мама в пределе. В пределе, да, вот так. И мама решила, никакого спорта хочу, чтобы сын и пел. Так это было. Давай ты отводишься, пожалуйста. Ну, вообще это произошло неожиданно. В Кузлорде, получается, жил до 10 лет с бабушкой. Да. И все время, каждый день, вот до 10, до 11 ночи был во дворе, играл в футбол с друзьями и переехал в Алмату в пятом классе. Хотел стать футболистом, но меня мама отдала на курсы дамбры. Просто заниматься вот как кружком на курсе дамбры. Для общего развития. Дополнительно, да? Дополнительно. Моя учительница по дамбре сказала, что у меня абсолютный слух. Ну, а мама, конечно, обрадовалась. Я очень обрадовался. И, ну, как-то вот в сферу музыки. Отлично. Начали. Я, наверное, в утробе еще чувствовала, что это будет гениальный ребенок. Моя интуиция не подвела меня. Я буду еще беременна им. Я пела песни. Я прям, наверное, просила у Всевышнего, чтобы он был музыкантом. И так и случилось. Моя интуиция не подвела. Конечно. Мамина интуиция никогда не подводит. Ну, смотри, ты пела ему. Потом, наверное, колыбельные всякие там. И когда он подрастал, пела. А когда он сам запел первый раз? Запел. Он так мелодично делал. У меня девочка подпевала у меня колыбельные. Но он мне уже с детства строил вторые голоса. Неосознанно. Просто вторые голоса строил. Я понимала, что интуиция. Но я как... Наверное, я не хотела бы, чтобы он пел. Я больше хотела, чтобы он занимался именно инструментами. Себя зарекомендовал больше как композитора. Но мне кажется, это не мужское дело петь на сцене. Это больше женское дело. Это мое понимание. Я больше хотела, чтобы он писал музыку. Тем более, типа, я певица. Вокалистов дома хватает. И я хотела, чтобы у меня был свой личный композитор. Вы знаете, в этом есть действительно и логика, и мудрость какая-то. Зачем кому-то платить, кого-то просить. Да, конечно, с вами согласна. А вот про инструменты. На каких инструментах ты играешь? Так, на каких инструментах играешь? Сейчас. На форте пьяно играет. Мой любимый инструмент. Но самый доступный. Дамбра, на котором впервые научился. На валторне. На трубе немножко играю. На бас-гитаре. На обычной, как это, акустической-классистской гитаре. На укулеле играю. У мамы на нервах. Ну, немножко на ударных. Слушайте, это потрясающе. Это вот особая способность, да, вот так осваивать инструменты. Потом легче и легче другие инструменты осваивать. Интересно. Не знаю, как это вот. Ну, он как ранее сказал, у него абсолютно слух. Это один ребенок на миллион. Это один факторов. Он, услышав сейчас песню, ну, там буквально 5 секунд, да, он может определить анализ, он может сделать аранжировку в любой, ну, типа, как бы попросить, да, там, джазовую аранжировку. Он сразу может это сделать. Он сразу может перенести это на инструмент. То есть я правильно понимаю, что идеальный слух, это когда, вот как мы слышим речь, ты так же музыку слышишь. Это как будто как текст, да? Ну, не речь. Я понимаю, я говорю, как речь мы слышим. Ты так музыку слышишь, все уже, каждую ноту, да? Да, получается, вот я слышу музыку. Даже у вот этого хлопка есть нота. Вот. Вот я слышу музыку, и у меня в голове вот ля-ля, бими, ля-ля. А ты устаешь? Бывает, что устаешь даже от этого? Конечно. Он вот, когда мы обнаружили вот абсолютно слух, учительница потом рассказала, абсолютно слух. И вот первое время голова болела. Что с тобой? Там птички поют, что-то вот прям голова болит. Какая нота, какая нота, какая нота. Я помню, как он в холодном поту просыпался в 5 утра. Я, мне пришлось, короче, уже, у нас был дома синтезатор, не было фортепиано. Мне пришлось блок питания просто прятать, потому что он просыпался в 4-5 утра, птички поют, и он проверял, они в той же ноте, как вчера поют, в той же тональности. И это, ну, типа, я сперва, короче, меня это начало, типа, немножко бесить. Я начала ругаться, и он ругался, потому что говорит, мам, я не могу, у меня не это... И там, например, машина едет, он, это какая-то нота, он зависал, он конкретно зависал. Вот вы правильно говорите, я знаю таких людей, у кого идеальный слух, это вот такая проблема есть. Сейчас он поборол, он сейчас, да. Поэтому, когда все говорят, у меня идеальный слух, идеальный, ничего подобного. Оно очень уредка у кого настоящий идеаль. У меня нет слуха, но у меня замечательная новость, потому что к нам, у нас есть дозвонившиеся, или дозвонившиеся телезрители, давайте познакомимся. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергаза. Сергаза. Очень приятно. Так, откуда вы к нам звоните? С Алматы. Ой, здорово. Итак, мы задавали вопрос, сколько детей родилось в Казахстане в 2021 году? Я думаю, 450 652. Смотрите, как точно сказано. 450 652 ребенка родилось в Казахстане в 2021 году. Вы получаете два билета на замечательный семейно-музыкальный фестиваль Бупи Фейр. Увидимся там. Я вас поздравляю, не кладите трубку. Наши редакторы расскажут, где и как вы сможете забрать свои билеты. У меня есть потрясающее видео, как раз таки. Да, Тимура Молодого. Но мы его увидим... Совсем маленького, ладно. Мы его увидим сразу после короткой рекламы на нашем канале. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья. Как я говорил, реклама прошла быстро, а мы продолжаем вообще-то с потрясающим Тимуром Тянем и его, ну, не менее интересной, да, Мамай Нурнурпийсовой. Итак, ребят, у меня есть видео как раз таки вашего участия в «Голос» песни на слепых прослушаний. Давайте тоже послушаем. «Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем». Как это мило. «Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как мы себя нолюбили. Как верили в себя». «Ой, красивая пища, можно долго ослушать, почему-то сразу от манеры пения мне почему-то слезы наворачиваются, ребят. Круто. Слушай, ты не боялся этого, что Градский исполнял? Она вообще такая уже как бы легендарная. И ее спеть по-новому так, свежо, это вообще очень круто. И нам, наверное, удостоилась честь. То, что не русским дали эту песню, все равно какой-то акцент у нас присутствует, все равно какое-то у нас видение другое об этой песне. Но удостоилась честь среди всех Тимура, наверное, исполнить эту песню. Но мы при этом понимали, что это какой-то куш у нас в руках, но при этом мы понимали, что если ты что-то не так споешь, какие-то там добавишь нотки лишние, нововведения свои, какие-то музыкальные. Ну вы все-таки сделали, там две-три такие личные фишечки. Да, он меня не послушал. Хотя музыкальный продюсер перед выходом говорил, ты же понимаешь, что это Градский, ты понимаешь, что он совсем недавно его не стало. Мы на кастинг пришли через неделю после его, получается, смерти. Он изначально ее утвердили, исполнение на фортепиано, должен был сам играть, ее петь в своей аранжировке. Но музыкальные продюсеры за полдня решили, что он будет петь под оркестр. И он все равно никого не послушал. Он сказал, хорошо, хорошо. И он вышел все равно в свою мелизматику, все равно свое добавил. Да, это здорово. Это личное прочтение, это же как хорошо. Песня продолжает жить, чтобы понятно была ему. Конечно, там в эфире очень много чего не показали, но он благодарил Градского. Он понимал, что он, сколько он, неделю, наверное, вот пока мы были в Москве, готовились к типу им послушать, он слушал Градского. И он прямо на сцене заплакал, он благодарил Градского. Он понимал, что буквально полгода назад он стоял на этой сцене, на 10-м сезоне, когда Алишер Каримов был у него на проекте. И он буквально полгода назад стоял на этой сцене, и Тимур стоит тут. Но, честно, я не помню его выступление. Я, как все зрители, смотрела это в эфире, потому что я, мне уши заложила от страха все. Конечно, я вас очень понимаю. Я вообще не присутствую. Такое коматозное состояние просто наступает к этому ребенку. Я на концерты, на выступления отправляю его одного, потому что я не присутствую вообще нигде. На интервью он сам один. И все. Ну, слушайте, сегодня исключение, он с нами. Потому что у нас не интервью, а беседа, правда? У меня есть одно замечательное видео, которое я анонсировал перед началом рекламы. Давайте посмотрим, послушаем. Оно классное. Я хочу от тебя, сына. Я хочу от тебя, дочку. Лет. Четыре. Четыре, да. А вот еще. Только не беги. Только не беги от меня. Только не молчи. Не молчи больше так. Тысяча причин. Чувства были правды. Как же я могла накопить от тебя. Я хочу показать инстаграм. Томпак Бала. Хороший текст твой юмора. Молодец. Кто был? Самая ирония. Кто придумал тебе? Сам? Нет, это мама придумала. Это с детства так я так перевел. Томпак Бала. Потом, короче, когда мы в Россию поехали, все начали спрашивать инстаграм. Томпак Бала. Она говорит. Как? Вот. Что? Томпак. Что такое Томпак? Я говорю. Пух, мальчик. Тюпак. Я обратил внимание, с каких только фотографий. А вот там с Егором Кридовым видела. Да. И я хочу спросить, ты выбрал команду Егора Крида, потому что он к тебе первый повернулся? Нет. Ко мне единственный дядя Егор повернулся. Кстати, он просил меня называть дядю Егор. А, боже, почему? Дядя Егор? Просто Егор. Конечно, артисты не любят. Да. Вот, кстати, да, посмотри. Для дяди Егора на дамбре. И что он сказал о дамбре? Обалдил, наверное. Да, я хотела бы это позже рассказать. Молодцы. На финале Егор Крид собирал всех детей, всю свою команду. 17 детей. Да. 17 детей. Нет, 14. Короче, сколько-то детей у нас было в команде Егора Крида. Вот, он собирал всех в финале. На финале, и мы полетели, чтобы еще раз с ним увидеться. Вот. И думали долго, какой подарок ему все-таки сделать. И решили, что это будет думбра. Серьезно? Да, мы повезли думбру. Это замечательный подарок. Ну, ему понравился этот подарок. Короче, надеюсь, он что-нибудь там брынкает. Вот. 20, кстати, расскажешь о сентябре. А, кстати, я пока не хочу раскрывать все карты, но у Егора Крида 21 сентября состоится большой сольный концерт в Москве. Я там приму участие, там идет подготовка. А, адресово. Готовлюсь. Как здорово. Ну, одновременно работаю над своими тоже проектами. Две недели назад вышла песня «Балхадиша». «Балхадиша» — народная песня моей аранжировки на всех цифровых площадках. Боже мой, как здорово. Поздравляю. Ну что, если взять твой инстаграм? Можно кусочек, пожалуйста, для нас? Вот прям эксклюзив. Немножко переживай тут. Конечно, и более утром, но голос, как правило, утром не просыпается еще, да? А вот скажи, что я хотела спросить, композитор, композитор, да, вот песни. Я очень люблю писать произведения, которые у меня в голове, все это вот, как фортепиано, все это вот делать. Мне очень нравится это дело, и надеюсь, в будущем покажу все свое творчество людям. Но на самом деле он скромничает, он, в отличие от меня, он очень скромный, он не любит про себя что-то говорить. До «Голоса» было очень много проектов, он финалист пятого сезона проекта «Баллада Усе», финалист Бахта Бала, продюсером которого является Димаш Кудобергенов. В прошлом году ты написал песню специально для Junior Eurovision, детской Eurovision. Что ты говоришь? Его представили впервые как молодого композитора, он написал песню. Ханат Арман, авторами музыки слов, являясь. В прямом эфире представил эту песню, написал очень много аранжировок для произведения, ну, народных произведений, сделал свои аранжировки, написал песни, ну, под заказ нашим артистам казахстанским. Да, и кто исполняет, можно узнать твои песни? Это пока нельзя. Скоро выйдет. Скоро, скоро. Здорово, он сказал, дайте мне детство оставьте, да, немного? Ну, вот сейчас мы, как он ранее говорил, что он учится в республиканской специализированной школе, мы решили, что в этом году мы отдаем простую школу, чтобы он пожил перед девятым классом, потому что он переезжает, вот, и я хочу, чтобы он просто пожил. И если он решит, что он не будет выступать, может быть, мы возьмем тайм-аут до девятого класса, он сейчас в девятый класс поступил, я хочу отдать простую школу специализированную. Ну, сейчас смотри, у него еще меняться голос будет, соответственно, нельзя вообще, чтобы он пел, ни в коем случае. А под фанеры, наверное, скорее всего, я как вокалист, я прям против этого. Конечно. А я хочу, чтобы он, первая любовь у него произошла, вот это все. И после этого, наверное, после этого песни глубже станут, мне кажется. Я сейчас, как мать, чувствую, что нужно вот этот девятый класс, чтобы он просто вот без забот пожил, подурачился, накопил опыта, чтобы песни потом были глубже. Слушай, друзья, у тебя есть с кем дурачиться? Как тебя в школе восприняли, когда ты приехал? Ну, честно говоря, в школе не прям совсем дружу, но стараюсь со всеми дружить, общаться. Чаще все так бывает. Стараюсь дружить, общаться. Ну, близкий друг есть? Близкий друг, конечно, есть. Кстати, можно передать ему? Конечно. Да, вот, смотри, вот, в шестую камеру. Привет, мой брат Макс. Очень тебя обнимаю, брат. Люблю, скучаю. Молодец. Знаете, что он сейчас смотрит? Ну, а сердце твое вообще еще не трогало, это какие-то чувства девочек. Нет. Который нравится. Пока нет. Невесты нет, пока нет. Мне кажется, с такой мамой точно невесту сложно будет найти. Потому что она ее... Что лучше мамы не бывает. Ну, я просто Айнуру знаю, я знаю, как мы с ней встречаемся часто на мероприятиях. Я знаю, как она сбегает в пультовую, узнает, какой микрофон, какая-то анализ, кто там будет, кто звукорежиссер, прибежит обратно, проверит, кто гримеры. И только потом ее звезда появляется на площадке. Такое ответственное отношение к выступлению, я это уважаю, это правильно. Ну, это на самом деле тяжело, потому что первое время, наверное, мы с ним очень тяжело находили общий язык в плане того, что он думал, что если я как-то его ругаю, я же его личный бухгалтер, личный шофер, личный преподаватель по вокалу, там, не знаю, личный финансист его, продюсер. И при этом я понимаю, что где-то я его себе ругаю, он воспринимает, как критику от мамы, ему становилось больно. Но я потому что понимаю, что я же лучше знаю, что нужно пока что. То есть ты всегда правду скажешь, да? Да, я потому что перед эфиром я понимаю, что я его сажаю на жесткую диету, но потому что, ну, надо в эфире хорошо выглядеть, мы там шьем костюмы, может быть, которые ему не нравятся. А? А повороте? А повороте вы не слушали, не слушали. Он не сидел на диете. Ну, блин, ну, потому что я понимаю, да. Ну, наверное, сыну спасибо, что он прислушивается. Это здоровье, во-первых, нужно, да, держать в форме. Где-то заставляешь 7 утра вставать и бегать, когда он не хочет, и ты понимаешь, что он плачет, ему больно, и я там где-то в комнате могу отойти поплакать, но я беру просто в руки все, и понимаю, что это надо. Потому что я, блин, я, наверное, как мама лучше просто знаю. И, наверное, спасибо огромное сыну за то, что он прислушивается. Ну, у него все равно выбора нет. Ребята, а можно провести вам маленький эксперимент этой серии, проверить вас на ментальную связь? Давайте. Смотрите, вы закрываете глаза, ваша задача, на счет 3 вы должны одной рукой показать от 1 до 5. Вот так вот, раз, два, три, показывайте, раз, два, три. Все, закрыли глаза, закрыли глаза, и поехали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Открывайте глаза. У вас стопроцентная ментальная связь. Вы одинаково показали. У вас что пятерка, что двойка, что однерка, вот так идут, вы не договаривались. Еще мы не договаривались, не репетитор. Нет, между нами... У вас действительно потрясающе. Нет, на самом деле, я же говорю, просто многие со стороны... Это фокус какой-то. У нас с ГУЛИ идет связь вообще. Нет, честно? Нет, честно? Серьезно. Честно. Или сейчас это монтаж нет? Нет, у нас нет никакого монтажа, все в эфире, мы же в прямом эфире. Нет, просто многие, короче, со стороны говорят, что это, короче, типа, вот, мои ученики спрашивают, да, потому что они знают, что я тоже строгая преподаватель по вокалу, они говорят, как ты такой с мамой, там, и так далее. Прям преподаватели его иногда жалеют, там, бывает такое, но я поэтому понимаю, что нужно сейчас взять стоп, из-за этого мы сейчас, он будет свое творчество реализовать так, как он видит, но это, наверное, скорее всего, моя помощь была, просто помощь. Айночка, ты молодец, я тебе вот просто говорю. Вот, я не строгая мама, я любящая мамочка. Конечно, только любимая мама может быть такой, вот, потому что ради сына, мне кажется, ну, это жизнь можно посвятить, и быть справедливой и честной, только мама скажет правду, это точно. Мне вот сейчас редакторы наши говорят, что уже вот идут звонки, идут сообщения о том, что, говорит, Тимур будет сегодня петь. Вот давайте не будем лишать наших телезрителей этой возможности. Друзья, после короткой рекламы Тимур уже появится на нашей большой сцене и подарит свою песню вам. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок